Почерк — это индивидуальная для каждого человека манера письма, история развития которого исчисляется тысячелетиями. На протяжении многих лет люди пытались определить характер человека по почерку, так как он напрямую связан с работой мозга. Сейчас в мире цифровых технологий взрослым проще напечатать текст, нежели потратить время и написать его вручную. Что же касается детей, то для них очень важно научиться правописанию, так как в этом возрасте идет формирование мозговой активности напрямую зависящей от кончиков пальцев. И помочь его это может учитель начальных классов. Сначала нужно учиться красиво писать, а затем красиво мыслить. И вот формирование почерка — это действительно долгий планомерный процесс. В первом классе мы учим детей различать элементы букв, доводим написание этих элементов до автоматизма, учим соединять элементы в буквы и, естественно, писать соединение. Потом, согласно методике обучения письму, мы учим детей объединять буквы в слова, слова в предложение. То есть есть определенная логика в подаче этого материала. В первом классе самая главная задача, которая стоит перед учителем, донести до каждого ученика правила правописания букв и их соединений, а в дальнейшем отработать процесс навыков быстрого письма. Ребята в течение всех четырех лет обучения в школе пишут в различные пролиновки. Сначала первый год обучения — это пропись. Второй год обучения — это тетрадь в узкую линию с дополнительной пролиновкой. Третий и четвертый класс — это уже широкая строка. И, естественно, почерк ребенка, который обучается в начальных классах, он трансформируется. Буквы становятся не такими высокими. Расстояние между соединениями тоже уменьшается. И самое сложное в этот период — это сохранить наклон почерка, который формируется, потому что нет вспомогательных линий, которые позволяют этот процесс регулировать. Большинство родителей считают, что ребенок должен идти в первый класс полностью подготовленный, уметь читать и писать. Но это ошибочное мнение. Хочу сразу предупредить всех волнующихся родителей, что это не нужно, потому что очень сложно ребенка потом переучить, если, допустим, какой-то навык сформирован неверно. А как же помочь ребенку для того, чтобы он был успешным, чтобы учитель мог на фоне имеющихся навыков продолжать дальнейшее обучение? Здесь есть несколько способов, которые помогут этого добиться. Прежде всего, это развитие мелкой моторики. Чем больше поверхностей потрогает ребенок в своей жизни, тем больше информации он получит. Гладкая, шершавая, скользкая, мягкая и всякие другие поверхности – это тоже повышение уровня интеллекта. Потому что у ребенка в этом возрасте интеллект находится на кончиках пальцев. Об этом родителям стоит не забывать. Согласно новым требованиям государственного образовательного стандарта нового поколения, обучение строится на системно-деятельностном подходе. Не нужно учить ребенка правильно держать ручку. Он должен уметь рисовать, раскрашивать, лепить, собирать и разбирать конструктор и тому подобное. Чем больше разнообразных действий ребенок будет выполнять, тем легче будет им учиться в школе. Сегодня мы на уроке с ребятами использовали такие приемы, которые повышают уровень каллиграфии, как штриховка. В самых первых прописях, с которыми мы работали, много было работ связано с выработкой умения аккуратно разукрасить какой-то объект. Или не отрывая руки, провести какой-то элемент. Но нужно сказать, что по всем образовательным программам, которые работают в нашем городе, разработаны специализированные тетради. Это прописи. И весь методический спектр в этих прописях широко, объемно и правильно представлен. В последующих классах прописи отсутствуют, но уроки каллиграфического письма продолжаются на протяжении всего начального обучения, в процессе которого формируется и почерк, и характер воспитанника. Характер, естественно, можно определить по почерку. Не зря существует целая наука, графология, и специалисты, которые занимаются исследованием. И многие из них говорят о том, что характер человека, его склонности к каким-то определенным областям можно определить по почерку. И даже какие-то психические особенности тоже определяются по почерку. Так что почерк – это, конечно, очень здорово, интересно, это целая наука. С первого класса учителя учат детей правильно писать буквы, аккуратно выводя их на доске, точно соблюдать расстояние, наклоны и прочие законы правописания. Требования предъявляют ко всем одинаковые, но по прошествии времени почерк приобретает индивидуальность, как и сам человек. Иван Апажельцев, Владимир Чекунов, Азов.Инфо